Дадим ему, друзья, сухарей в дорогу, вот. Два батона. На, Каштанк, а? Ага, Каштанк сильно веса подобрал к станку, во-первых, питание двуразовое и движение ноль, поэтому он подобрал веса, конечно. Ха-ха-ха-ха! То в дорогу, Каштанк, и в дорогу далеку ты меня, ты меня проводил. Друзья, всем привет! У нас сегодня непростой день. Будем забирать Каштана с сарая и переводить его сюда, так как приедут забирать Каштана. Будем готовить Каштана в дорогу, чтобы не с сарая забирать, а отсюда загружать. И также покажу, как я сделал колонку, чтобы набиралась вода. И когда я воду набрал, она возвращается, выключил, она возвращается назад. Я там примитивно пока подключился, но просто для пробы. Вот так. Она набралась вода, я выключил там, и вода вернулась вся назад со шланги, стекла вниз. И все. И тут постоянно трубка пустая, без воды. Хоть мороз, хоть не мороз. Ну, метод колонки обычно. Набрала и вернулась назад. Так, что мы купили дров. Сейчас им дадим кукурузку, так как начну сейчас горвать. Начну там разговаривать громко и будут кричать. Вот, Каштанчик. Каштанчика будем убирать сейчас в летний вольер. для дальнейшего, ну, готовить в дорогу. Поедет далеко в дорогу. Сейчас этим рассыпем. Пычи! 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 Они-то и не голодные, они ели не давно. Но просто сейчас будут кричать, я знаю уже. Эти даже не доели. Ну, а этим, ну, давайте, этой сыпнем. И каштану сейчас дадим. Каштанчик. Каштанчик, радуй! Каштанчик. Насчет финалаток. Всех покрыли с повторным разом. Крикливую покрыли. И нюшу покрыли, все нормально. Будем ожидать. Вот, как у меня здесь внутри. Вот, бак на 350 литров. И вот так сделан гусачок. Вот, вот так. Раз. И все. Тут пеной задую и утеплю. И все. Вода набирается, я выключил, пошла назад. Как набираю воду, сейчас покажу. Ну, понятно, у меня тут рубильник будет просто стоять. Просто еще свет я не провел в сарай. Поэтому все в полевых условиях. Вот, я допустим включил насос. И все. Бак пустой. И вот так набираю, ну, буду уже теперь так набирать. Раз у двое суток. Бака хватает на двое суток. Ну, понятно, добавлю откорм, что бака будет хватать, может, на день. Клетки дозаполню. Вот это для откорма клетка. Вот это у меня для откорма клетка. И первые две клетки тоже для откорма. Вон та и та крайняя. То есть, эти клетки будут забиты откормом. Ну, может, еще какую-то тут выделю для откорма. Ну, то уже такое. То есть, вода, хоть каждый день кнопочку нажал, вернее, рубильник поставлю. Включил, выключил. И все. И все. Это, друзья, в новом в этом сарае нагрузки на спину, на ноги, на руки. Я раньше по всем сараям, пока разнесешь воду, это было что-то с чем-то. Очень много ведер воды тягал, особенно летом. Сейчас, когда уже этот сарай, даже до того, как я пробил скважину, я все равно кидал шлангу от колодца, колодец там дальше метров 15-20. И набирал с колодца. Мне в этом сарае проще. Труда, грубо говоря, особо такого нету. Только рассыпать корм утром и вечером рассыпать корм и почистить. И все. Чтобы сказать, ой, грязно, у них хаос, такого нет. Ну, вот не чистил я утром здесь. Ну, что, грязно? Нет. Каштана почистил. Давал бы, буду его выводить. Ну, так особо не скажешь, что какие-то проблемы там. Места им хватает с головой. И все. Я так вот включил. Там делаю свое дело. Набирает собак. Вода, когда набирается, начинает капать. Вот сюда я уже знаю. И я выключаю. Или просто тут пробую. Вот так рукой залез. Ага, еще там сантиметров 7. Это литров 30. Ну, я уже знаю хорошо. И вот так. Напор хороший. Все, слава Богу. Потихоньку, потихоньку и делаем вещи. Так, выпускаем каштана. Сейчас найду ключик и откручу ему станок. И начинаем его выводить на его вольер, где он до этого и был. Всех свинок покрыли, кого надо было, кого успели. И его переведем вон туда, в летний вольер. Я уже не амбука так. Они голодные, как они кричат. Это там. Постоянно кричат. А голодные вообще вот так. Постоянно кричат Пошли! Да, два, два. Так,oned. Давай, пообщем бы давай. Давайте почти неpassen. Смотрите продолжение в следующей серии. Пошли, Каштан, давай. Ну, пошли, хорош. Давай, пошли. Пошли, пошли, пошли. На свободу чистой совести. Пошли. Давай. Морать ты в здоровую станку став. Отжерся. Нью-Джерси, отжерся. Давай к себе на Фазвенду. Ага, поправился, не кисло. Он уже и ходить он разучился. Ну, давай, Каштан. Прямо там. Давай, куда ты? Тут обрыв. Ну, так вот уж. Пошли, пошли, пошли. Надо закрывать, а то еще назад. Давай, бежим. Вот так. Пошли, пошли, Каштан, пошли. Давай, пошли, пошли. Давай. Пускай разнакомится, он хоть походит. Вот так, видите, в станку, допустим, если бы стоять постоянно. Он ходить, он уже не так даже ходит, как обычно. Я знаю, как Каштан ходит. Надо гнать его в обратную сторону. Пошли, Каштан, сюда. Давай. Давай туда. О, давай. Давай, 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 давай. Вот так. Давай туда. Вот уже ж. Давай до себя, до дома. Во. Пойти, 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 назад. Назад, назад. Давай, давай. Давай, давай. Ну, давай, Жаль, да. Во. Давай, давай, давай. Оп. Во. Дома. Каштан. Каштан. Дома, дома. 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 Друзья, ну, а так, Каштанчик добрался на свое основное место жительства, где он и долгое время был. все лето тут он был там всех покрыли кого надо, для запаха его использовали и также мне говорили почему ты ним не покрываешь потому что то его дети там почти все свиноматки кроме Эфок, Дюрчих и Машки белой, то все его дети Канторы, Петрены это его детвора он мне кажется ни туда ни сюда его позже было бы конечно не микрыть свиноматки большие можно крыть, но оно будет не то поэтому поедет крыть других сейчас дадим ему хлеба в дорогу каштанчик ну там я думаю немного под скинет ну хотя там свиноматки большие, поэтому он и сам большой нормально будет там тоже свиноматки породы Петрен будем смотреть фотографии просить его детей пускай высылает ну и сейчас приеду забирать его скинет тюканчик Продолжение следует... 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 А где там шишка такая была? Деревья ей поклав. Я там наехал. Вверх, вверх, просто. Вверх сюда, его перешли. Поехали! Да, да, да. На, держи. Там уже можно ее опустить, да? Чихай так. Чихай так. Смотри, как хорошо получилось. Да. Идеально. А не одни, что есть вместе с соломой? Вместе с соломой. А так, друзья, получилось. Легко пошел хряк. Кастанчик наш. Угу, 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 угу. Подержи. Подержи. Там, там, не ставьте. Иди вон там. Кастан. Кастан. А может и бочит, а? Ну, кажется, бачите. Дивися. Может, он как китайский. А так и кусок трубки было загнуто. Маленькая. А вот такая забежка. Так кусок проволок закрутимаете? Не, да проволоки валом любого. Сейчас пока временно закрутите. Тоди сейчас. Есть вот такие прутки. Да нет, кусок проволоки дай. Здорово. Ось вот такая была. Хоть и решка загнута буквой Г. Трубки кусок сплесканого, под квадрата так захватила. Не загнут. Не загнут. Не загнут попало. Так сто пудов. И вот сюда, чтобы это упало. А, а тут можем сейчас завязать веревкой. Да можем веревкой завязать. Сейчас давай все помилу. А, а тут уже... А, здесь мы в авто. А, ну, с вами вот так. В авто. в команды. В авто. А с двойной зад. А, ну, в авто. А, ну, в авто. А, ну, в авто. А-надо, в авто. А-надо. А-надо. Да? Да. Тренога. Нет, воно тут уже. Багато, кто скажет. Вот на видео дверь. Да, багато. А костан не есть. А не таки вывернули? Нет, ну он здоровый. Такий, чтобы прямо через... Не, не багато. Может и хватит. Может и хватит. А может еще развернется дождь? Да. А что мы сейчас уже садим? Мы в машину поедем. Да нет. Понятно. Все. И не проблемное получилось, да? Да нет, загонялось. Да нет, загонялось. И все. Ну, теперь... Все, дружочек, поедешь там за белок, за красави. Справку не забудьте. Да? В машине уже. Там и справка в дорогу. Заболела внучка воспалением легких. Встречал малуз Харькова. Ага. Из Литополя. Из Литополя ехала. Остановили. Вечером ехали. Я не видел. Поцветка номера заді нагорела. Доебался и выписал постановку. Я сейчас отремонтирую. Сейчас аварийку включу до СТО. Зайду. Что это такая... Поцветка номера. Кому она эта? Нет, и все. Уперся и все. Постановлю и все. Вибирку выписали. Голограму. Все документы. Мы же как малых продаем. То у нас тоже есть эти справки. А это в неделю были на базаре. Витрача спрашивает. Он говорит, хай он по месту возьмет справку. Как ризать. Как на держание не бери. Бо мне ее на приход ставить. Я до вас буду каждый день приезжать. Вам тисяча в день обходити. Он говорит, как ризать. А там говорит, что хочет уже интервью сделать. Так, не найдешь, да? Так, друзья. Короче, вот эти люди забирают нашего каштана. С Ахтирского района. Ахтирка. Ахтирка, короче. В Ахтирке будет крыть. И привезли в обмен на каштана двух поросят. Игорь, что тут за поросят? 304 Макстер. Макстер 304. А кто с кем покритый? Петренша? Да, Петренша покрита 304 Макстером. Вот так. Ну получается двухпородный у нас будет хрячок. Хряк то будет капитальный. Та и свинка нормально будет. Свинка будет нормально. Я таких парував. Я соби то тоже с этого выводка хочу спарувать свинку. Ну, у меня таких парував. Они тогда тяжело поросились. Ну тяжело при опоросе. Да, при опоросе очень тяжело. Кабанчик с яйцем. Оставляем его на племя для запаха. Та и так вообще. Хозяйка Вера. Очень серьезно. А я не сам открывал где-то. Так выйди туда Игорь, глянь. А че ты? Собак я позакрывал Борю и Асю. У них сколько свиноматок Вера у вас? Ну, сейчас пока еще пять. Пять свиноматок. Вот они планируют каштаном покрыть своих пять свиноматок. Там сосед соседу привет. Як звать соседа? Влад. Владислав привет тебе лично от водолаги Стасяна. Он тоже хочет покрыть нашим хряком. И потом они, может быть, скастрируют и на колбасу. Вот, кормят чуть-чуть. Подивимся, если хорошо трудится, то хай еще поживет. Да, он не здоровый, не огромный, что страшный. Он обычный, нормальный для больших свиноматок. Да старый тоже будет, как он годится. У меня там первый порос. Ну, первый раз будет. Нормальный. Я смотрю, там подставляют скаты, чтобы на скаты опору державы. Игорь давно уже занимается свиноводством. Сколько год? Больше 20 лет. Больше 20 лет. Я сейчас тебе штани как сниму, у меня смолили поросят, на ногах костю видно. А чего вы ехали? Загорелся. Мы раньше сами торговали мясо. А сейчас мы в Харьков своим клиентам возим, те, что молочко берут, заказываем. А то раньше занимались, мы на неделю по трое, по четверо ризали. И смолил бензином. Это в каком году? В 2007 году. Беззаря-беззаря скакаю, летнего времени, в самых шортах був. У меня бензином обливаю и загораюся. Шланга поняв, закрутилася, вискочила, и она его вот так, как гадюка шкрутится, и полива его всего. И мы с Романом. Он нас затулив. И сам, говорю, Игорь, диви, что делается. И у него грелка еще горит, он повертает и сам себе запалюет. И 62% жога. Вахтырки сказали, не переводьте грошей, он жить не будет. Винка один-два умрет. У меня кровь все потерялась. Ну на ногах. Камера там, я тебе покажусь. Вот привезли цветок в кабинет. Творог, молоко и ряженку. Спасибо ахтырчанам. Ну и покажу, друзья, поросят, каких нам привезли взамен, взамен на каштана. Харячок зовут Аматор, а свынку, наверное, назвал, ну, хозяйка казала, по-насвы, в честной ей, Вера, Вера, Вероника. Маленький поросята. Месячный. Вот, походу, кабанчик. Сейчас тут порядок наводим. И сегодня им будем купировать хвостики. Короче, ахтырчанка и Аматор. Ахтырчанка. Амон, пичу, 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 пичу. Они шо глибе? Да, вот Аматор, а вот ахтырчанка. Ахтырчанку на свиноматку. Вообще вона левых получается кровей от моих. И можно крыть от себя, в будущем тоже оставлять кабанчиком. А, его использовать для запаха и также покрывать ним, чтобы были хорошие поросята на откорм. они сейчас чуть-чуть чуть-чуть туда-сюда это бороть хорошо и пойдут в рост всяких пересаживаться и корм вот с ней а так друзья так что теперь будем наблюдать за аматором вместо каштана аматор и купировку хвостиков сегодня сделаем а вот наши эти итальянцы месяц и и 10 дней два месяца взвесим ради интересно какой будет вес этим получается месяц и пару дней на месяц и 5 наверно где-то так а вот месяц и 10 дней сейчас буду убирать порядке наводить корм есть сейчас этим поставлю кормушку так выводы чку же тоже длинный длинный крючок морда коротенькая и такой с формами вот видно хорошо буду заниматься порядком заниматься кормлением уборкой тут а кормушкой и так дальше да всем пока аматор